Он землю чуть не всю обошел, доставал из широких штанин краснокожую паспортину, разговаривал с солнцем и слушал Нахтюрн, исполненный на флейте водосточных труб. Как и положено великому художнику, его боготворили и ненавидели. Но, наверное, главная беда для любой поэзии – это забвение. Библиотека в наше время не самое оживленное место, но, к сожалению, библиотечных работников в список тех книг, которые спрашивают посетители, в сочинение Маяковского входят редко. Немного берется Маяковского, берут в основном дети по программе. Либо маленькие детки приходят с мамами, и они берут вот, что такое хорошо, что такое плохо. Как показывает практика, и то, что изучают в школе, в том числе и упомянутое, что такое хорошо и что такое плохо, в детской памяти задерживается ненадолго. На несложный, казалось бы, вопрос, который подготовили работники детской библиотеки, ответ ищется долго и мучительно. В школе вообще Маяковского проходите? Да, проходите. А какое стихотворение вы в школе учили? Вот это учили еще, что такое хорошо еще мы учили. Заглушая поэзии потоки, ему, видимо, не удалось шагнуть через лирические томики и говорить с россиянами 21 века, как живой с живыми. Небольшой опрос жителей показал, что вне зависимости от возраста о поэте Владимире Маяковском знают только то, что он был. На вопрос, знаете ли вы какие-нибудь стихи, ответ однозначный. Я уже не помню. Я добыла. Ну-ка, Алеша. А Алеша знает что-нибудь? Не очень. Ну, учил, но не очень знаю. Нет, не знаю. Наизусть не помню. Внучка моя. А я уже старая. Нет, а вы знаете? Нет, не знаю. На память я, конечно, не могу сказать, потому что мне, как-никак, две семерки лет. Ну, это сложно. Там про белые станы, облако в станах. Что-то такое. Маяковский. Гроза в мае. Факт остается фактом. Один из самых необычных поэтов 20 века сегодня не забыт окончательно только благодаря тому, что его проходят в средней школе. Впрочем, как отмечают библиотечные работники, сейчас мало кто читает Ахматову, Вумилева, Заболоцкого или Волошина. Что уж там говорить о Маяковском. Очень печально. Стараемся пропагандировать. Наоборот, знаете, приходят, и начинаешь им говорить, а какой у него своеобразный стих. Сколько он испытывал нареканий по поводу того, что там раньше считались строки, а не так, как у него одно слово на одной строчке, и так далее, и так далее. Он у нас такой один. Иногда послушают, поинтересуются, ну, два часа уходит. Сейчас многое определяется модой, в том числе и чтение того или иного автора. Кто знает, возможно, что и стихи Владимира Маяковского когда-нибудь, как он сам писал, прорвут громаду лет и явятся весомо, грубо, зримо. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видно этого.